В братской могиле атаманского леса 22 июня захоронили останки солдата Великой Отечественной войны, которые в ходе вахты памяти отыскали участники молодежного поискового отряда «Дружина». Экспедиция длилась четыре дня в окрестностях Старого Оскола. На Бокино, в село возле Старого Оскола, там мы подняли бойца, который сегодня захоранивали. Он, к сожалению, безымянный. Нашли его в траншее, он там лежал один. Проводить солдата в последний путь пришли сотни староскольцев. На траурном митинге у многих в руках цветы и бортреты родных, которые не вернулись с той войны. Сегодня, в этот день, мы обязаны вспомнить о тех, кто ценой своей жизни выполнил свой гражданский долг. Тот, кто погиб на полях сражений, умер от холода и голода, фашистской неволи, не дожил до наших дней, работая, не полкодая рук. И эту память об этих людях мы должны хранить вечно и передать из поколения в поколение. В Губкине митинг памяти собрал горожан у вечного огня. Минута молчания. В сканевые кесеты засыпают землю, которую собрали с этого братского захоронения. По области будет собрано 496 кесетов с братских захоронений, с Губкинского городского округа 12, 20 города и 10 сельских поселений. Они будут собраны в течение 22 по 28 включительно, переданы в Белгород. Далее они будут отработаны и отправлены в Санкт-Петербург. В дальнейшем они проследуют в Москву, в главный храм Вооружённых сил Российской Федерации. Акция инициирована Министерством обороны. Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации сейчас на этапе строительства. Его откроют в 2020 году, к 75-летию победы. Марк Борисов, Сергей Кириченко. Такой день на мире Белогория.